Всем добрый день. Я хотел бы рассказать вам про несколько посвятительских проектов, которыми я занимаюсь, которыми я имею отношение. Начну я с, пожалуй, такого самого забавного для меня. Это проект, который называется «Премия имени Гарри Гудини». Мы предлагаем миллион рублей, и любому докажут, что обладают паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. До сих пор никто не выиграл нашего приза, и мы вообще не думаем, что кто-нибудь когда-нибудь его выиграет, но если кто-нибудь выиграет, то мы отдадим миллион, конечно. Задача этой премии, на самом деле, просветительская идея в том, чтобы научить людей критично воспринимать информацию, которую они слышат, от телевизора. Вот экстросенсы, что-то там нашли, доказали. А пускай придут к нам и докажут в научном эксперименте, что на самом деле что-то умеют. К нам приходили разные люди, например, вот эта вот Бахы Джуматова, она ясновидящая из Казахстана, она сказала, что она может видеть деньги. Ну, деньги все могут видеть, но она также сказала, что может видеть деньги, если они даже спрятаны, например, в черном ящике. И мы брали деньги и случайным образом помещали их в конверты, чтобы никто не знал, в каком конверте находятся деньги. Потом другой человек, который не знал, в каком конверте деньги, случайно перемешивал. Третий человек размещал конверты по ящикам, потом ящики перемешивались. В общем, никто не знал, где деньги. И Бахы Джуматова тоже не знал, где деньги. В общем, ни разу она их не нашла, эти деньги. А вот эта вот дама, она сказала, что она может сопоставить предмет, который принадлежит человеку, этого человека. В качестве предмета были паспорта, они были заклеены, чтобы их нельзя было открыть и подсмотреть. Они были попрысканы духами, чтобы по запаху не учуяли. Ну и, в общем, вот это вот ее результаты. И ничего у нее не получилось. А вот эта вот дама, она сказала, что она может общаться с мертвыми. И то есть она может спросить у духа, например, какие были авторитетства его смерти. И ей было предоставлено 15 потенциальных авторитетов смерти и 10 фотографий людей, которые реально были, умерли от этих причин. Вот это вот Михаил Литин из нашего оргкомитета. Вот он разбирает, скрывает конверк, где есть правильные ответы, споставляет с тем, что было получено. Ну вот результаты, опять же, ни одного правильного результата. Там было 2 ясновидящих, точнее, одна ясновидящая, а другая, она по картам торога дала. Вот. Ну вот это вот проект «Премия Гудини». Другой проект, который я представляю, это фонд «Эволюция». Это посвятительский фонд, который занимается очень разными программами. Я не буду про все рассказывать, но вот самое главное — это книга-издание. Мы переводим с английского языка на русский и научно-популярную литературу. И скоро выйдет первая книжка, приведенная нашим фондом. Фонд «Молодой», он возник совсем недавно. Первая книжка, эта книжка называется «Объясненная религия». Ее написал антрополог Паскаль Бойе. Это такая веха в антропологии и религиоведении современном. Ну, дальше будут другие книжки. Мы поддерживаем различные научно-популярные мероприятия и события. Вот если вы помните, здесь в Казани проводились мероприятия «Дума и Казань». Вот фонд «Эволюция» родился из «Думы и Казань». Вот Петр Талантов, который организовывал «Дума и Казань», он наш самый главный. Вот, значит, есть проект по переводу различных научно-популярных роликов зарубежных на русский язык. В частности, мы сотрудничаем с проектом iBiology. Вот если вы зайдете на сайт фонда «Эволюция», вот здесь был сайт. Вот, если вы за него зайдете, там можно найти лекции нобелевских лауреатов по биологии, приведенные с русскими субтитрами, чтобы можно было с этим ознакомиться. Вот. У нас есть проект «Школа лекторов». Это, если кто-то здесь присутствующий хочет в будущем про науку рассказывать, ездить по городам и читать научно-популярные лекции, как это делают многие члены Совета фонда «Эволюция», то мы предлагаем, это бесплатная программа, но там есть конкурс, вот можно подать заявку, пройти по конкурсу, и после этого вот можно научиться у актеров ораторскому мастерству и выступлению. Вот. Еще у нас есть программа поддержки учителей. Если у вас есть знакомые учителя, которые хотят дать ученикам больше, чем школьная программа, то предлагайте им вступить в нашу программу. Мы рассылаем бесплатно учителям книжки научно-популярные и методические пособия к этим книжкам, которые рассказывают, как можно урок провести по этим книжкам, чтобы было интересно. Вот. Ну и еще одно, вот то, что меня больше всего, так сказать, задевает на самом деле, это борьба с луженаукой. Я еще, по всему прочему, член комиссии РАН по борьбе с луженаукой, и вместе с фондом «Эволюция» мы сделали первый меморандум, который называется «Меморандум номер один». Он посвящен... Ну, что это меморандум? Это некоторый тезисный короткий документ, подготовленный группой экспертов, которые говорят, что вот это уже наука. Про что-то такое конкретное и осязаемое. Вот сейчас очень распространилось такое направление, как гадание под печатком пальцев. Он называется «Коммерческое терматоглифическое тестирование». Вот мы посмотрели, на что они... Какая у них научная база, оказалось, что она у них плохая. Вот. А следующий меморандум, который скоро планируется, он еще не написан, он готовится, он посвящен тому, почему гомеопатия не работает. Вот, собственно, эта картинка представляла собой проект научной инквизиции. Вот если комиссия РАН — это комиссия РАН, то, в принципе, на самом деле бороться с уже наукой может каждый из вас. И, собственно, для этого был придуман проект научной инквизиции. Если кто-то хочет, вы можете написать мне, предложить тему, и вы можете потом написать статью с разоблачением некоторого мракобесия. Если статья будет хорошая, то ее публикует сайт «22-й век», с которым это в партнерстве делается. Ну, соответственно, я буду редактором этого всего, посмотрю, чтобы там не было косяков, и вы получите какой-то гонорар. Вот. А этот проект, я к нему имею очень косвенное отношение. Сейчас вообще очень мало, скажем так, успешных именно коммерческих проектов, посвященных популяризации науки. Все те проекты были абсолютно не коммерческие, а вот коллеги сделали, делают уже второй проект, посвященный борьбе с мифами, и там платные билеты. И раскупают зал. К сожалению, на этот мероприятие уже попасть нельзя, потому что все билеты раскупили, но можно посмотреть онлайн-трансляции. В частности, там будет вручение почетной премии почетному академику ВРАУ. ВРАУ — это вруническая академия уже науки. В общем, уже больше 4500 людей проголосовали в интернете за того, кого они считают самым главным уже ученым. Ну, в общем, тайна будет раскрыта 2 октября, и можете потом посмотреть, что из этого получилось. Вот, собственно, все, чтобы не отнимать больше времени, я готов ответить на какие-то вопросы, если еще осталось время по регламенту, я не знаю, как я уложился. Вот, есть какие-то ссылки, если есть какие-то вопросы, можно потом обсудить со мной в куларах или задать мне вопросы в личку, в социальных сетях. В общем, здесь ссылки, если что-то вам стало интересно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, следующим выступает Илья Абилов. Он продюсер «Лектория Сетап» первого научного «Сай1» проекта «Вердайдер». Он расскажет о том, как сделать популярное научно-популярное видео. Название лекции придумал он. Слышно? Так, переключать стрелочками просто. В общем, я занимаюсь тремя проектами, но сегодня расскажу об одном. Это «Сай1» научно-популярный видеоблог. И мы занимаемся созданием научно-популярных видео. То есть у нас свой продакшн. Мы пишем сами сценарии. И канал мультиформатный. То есть мы создаем и анимацию, и видео снимаем с каких-то мероприятий. И там ученые приходят, что-то рассказывают. И, собственно, обо мне коротко. Я гуманитарий. Никакого отношения к науке не имею. Но люблю науку и об этом рассказываю всем. Как-то коротко о моей мотивации. Начну я, наверное, с примеров популярных зарубежных каких-то ютуберов. Это канал «Веритасиум». Его автор Дерек Уиллер. Он из Австралии. Если я не ошибаюсь, у него PhD по физике. И вот он работает на телеканале, не помню название, CBS, по-моему. И вот в свободное от работы время снимает ролики для канала. И они довольно популярны. И вот у этого ролика 14 миллионов просмотров. И это не самое популярное его видео. То есть есть более популярные. И следующий кейс – это V-South. Ну, я думаю, что все знают эти каналы. Они так или иначе мелькают в социальных сетях. На русский язык переводят. Почему мы целуемся? Вот как бы интересный вопрос на самом деле. Кто-нибудь знает, почему мы целуемся? Кто смотрел, кусочек. Нет, кто не смотрел, но кто-то может предположить. Нет? Вкусно. Вкусно? Окей, может быть вкусно. Ну, я на самом деле рекомендую это видео посмотреть. И я потом объясню, почему вот в данном случае вот эти все видео, да, там было до этого антигравитационное колесо, почему мы целуемся. Все эти видео и нейминг этих видео очень сильно работает с вашей фантазией. Поэтому, собственно, и секрет успеха как раз в работе с фантазией. К чему здесь Стив Джобс? Вот я 5 или 6 лет занимаюсь популяризацией науки. Я пришел к тем же самым выловлендам, что он при создании продуктов Apple, что люди сами не знают, чего хотят, пока ты им это не предложишь. Но твой продукт должен быть продуманным и решать какую-то проблему. То есть, если вы создаете видео научно-популярное, вы должны понимать, какую проблему этим видео вы решаете. То есть, зачем человеку это смотреть. То есть, он либо развлекается, либо, ну, как бы, не знаю, готовится к ЕГЭ, если это, например, канал, где людей готовят к ЕГЭ. Либо, если там, может быть, повышение квалификации, если это студент медицинского вуза, и вы, например, создаете видео, где дополнительную информацию какую-то медицинскую сообщаете. Секрет популярного, научно-популярного видео. У меня было 10 минут. Точнее, сначально, я думал, что у меня будет больше. Но пришлось сократить. Поэтому три тезиса — увлекательность, простота, наглядность. Это такие вот столпы, на которых строится каркас любого видео. Будь то лекция даже или там короткий ролик, рекомендационный. И чтобы не терять время, я порекомендую просто три книжки. Это классика сценарного искусства. Если вы их прочитаете, работать над сценариями любыми, что лекции, что личного выступления станет гораздо проще. Сложные слова. Я так понимаю, здесь большинство ученые или студенты. Болезнь ученых — это сложные слова. Можно сказать гидрофобный, а можно водоотталкивающий. Вот как бы слова значат практически одно и то же. Ну или одно и то же. Но тем не менее человеку, который с наукой никак не связан, ему гораздо проще воспринимать второе слово, нежели первое. Наглядность. Наглядность, что под этим подразумевается? У нас мультиформатный канал. И у нас есть и ведущие, которые ведут выпуски. К нам ученые приходят. Вот как раз с Сашей Панчином выпуски у нас есть на канале. С другими учеными. У нас есть инновационные ролики. У нас есть ролики, в которых мы используем для перекрытия контент, фотографии и видео без авторских прав. То есть там, например, ролики NASA, еще что-то и так далее. И в данном случае наглядность — это то, что вы рассказываете. То есть если речь, например, идет об атоме, то вы можете использовать упрощенный пример. Понятно, что если мы будем стараться сохранить научную точность, то нам нужно будет объяснить, что такое спин, что такое орбитали. Что такое электроны, как они летают, они там появляются, здесь исчезают и так далее. Но физического аналога в макромире этому нет. Но тем не менее нам нужно объяснить. Поэтому, как и в учебниках по физике, используются какие-то упрощенные модели, шарики вокруг и так далее. Поэтому наглядность и аналоги можно искать везде. То есть, я не знаю, чтобы объяснить, например, процентное соотношение чего-либо, можно, например, даже на пицце объяснить. То есть просто разрезать ее и показать, что вот этот кусок — это, например, та часть чего-нибудь. Непопулярное видео. Я не стал вставлять видео, потому что, на самом деле, это можно до бесконечности перечислять. Это и вузовские лекции какие-то. И не будем таить, что большая часть преподавателей в вузах, к сожалению, рассказывает это в очень сухой манере, неувлекательно, возможно. Но есть исключения хорошие. И один из таких великих преподавателей — это был Ричард Фейман, всем известный. И если его лекции посмотреть, то там очень хорошо видно, как он с аудиторией заигрывает в каком-то смысле, пытается стимулировать ее фантазию, пытается задавать какие-то риторические вопросы и так далее. То есть какие-то приемы публичных выступлений используют. И можно, например, привести в пример еще некоторые видео постнауки. Постнаука хороший проект, но, тем не менее, у него есть своя какая-то специфическая аудитория. Но, например, векторы, которые туда приходят, большая часть видео, они выглядят примерно так. Здравствуйте. Сейчас мы поговорим о квантовой физике. Оно получило свое название. Развитие что-то в 20 веке. И вот такое видео, конечно, никому смотреть не интересно. И успешные кейсы. Я не знаю, укладываю себе время или нет. Вот у этого видео 162 тысячи просмотров. И при этом, что мы не используем деньги на посевы. То есть мы не рекламируем видео за деньги вообще. То есть это органические просмотры. Вот такой мультик, что если это формат, где мы ставим мысленный эксперимент, и вот в данном видео мы ответили на вопрос, что было бы, если бы день длился одну секунду. Глубейший, казалось бы, вопрос, но 90 тысяч человек поставили этому видео лайк. Это понятно, что не отражает качество материала. Тем не менее, это вот такие видео позволяют приводить нам на канал новую аудиторию и, соответственно, работать с ней. и предлагать ей уже более сложные какие-то форматы, содержательные и так далее. Так, что это у нас? Семь вечных двигателей. И вот формат с учеными. Это у нас формат IQ. Мы приглашаем ученых, и они отвечают на какой-то вопрос. И мы добавляем визуалку, то есть фото, видео, чем повышаем желание людей его смотреть. Ну и встречается критика, конечно. Вот. Она вот так выглядит. Не знаю, видно все? Нет? Вот, скриншот я вчера сделал вечером. Вы позиционируете, если может кому-то не видно, вы позиционируете себя как научный канал, но по факту вы занимаетесь популяризацией науки. Расстроили. Да. Ну вот кого-то мы расстраиваем. И, собственно, приглашаю вас подписаться на канал, посмотреть форматы и задать какие-то вопросы дополнительные. Если они есть, я отвечу поддельно или в соцсетях. Спасибо. Я хочу вам рассказать о инструментах в науке будущего, но, в общем-то, не то, как их изобретать и вообще что это за инструменты, а о том, как возбуждать интерес к таким инструментам. Какие инструменты вообще я имею в виду? Поскольку институт ускорительной физики, что это такое, то, конечно, я буду говорить в основном об инструментах таких громадных, таких как большой дронный коллайдер, будущий коллайдер, но не только. В том числе различные источники света, синхротронного излучения, лазеры рентгеновские, гагерентные и так далее. То есть, на самом деле, если бы лекция была на час, я бы об этом говорил. Но я не буду рассказывать, как инструменты эти изобретать и как они работают, а в основном о том, как, что мы делаем, чтобы возбудить интерес к такого рода науке. Ну и в частности, поскольку, наверное, у всех на слуху большой дронный коллайдер, давайте я с этого и начну. Большой дронный коллайдер, вы знаете, это инструмент науки, он расположен между, на границе Швейцарии и Франции, 27 километров туннель, в нем магниты, ускоряются протоны и так далее, сталкиваются. Понятно, что это случай, наверное, наиболее простой с точки зрения возбуждения интереса к такой науке, потому что у всех на слуху. В том числе, благодаря недавней Нобелевской премии 2013-2012 года открытия, 2013 года премия. Но хочу заметить, что путь к этой премии Нобелевской открытии бозона Хиггс вообще был очень большой. Теория сама по себе была возникла в 64-м году, эксперимент запланировал был аж в 84-м, строительство началось в 98-м, и только в 12-м году физики сумели подтвердить существование этой частицы, которая ответственна за то, что масса возникает у всех частиц элементарных и так далее. То есть, понятно, что интерес к Нобелевской премии открытия такого рода возбуждает колоссальный интерес везде, в том числе и в школах, и в университетах, и в прессе любых стран, вот московский комсомолец, он даже написал что-то о открытии бозона Хиггс. То есть, это случай простой, простой с точки зрения возбуждения интереса. Но, опять-таки, путь вот к этому, начиная с 64-го, 84-го года, он, в общем-то, не был усыпан такими Нобелевскими премиями. То есть, нужна была работа каждодневная, чтобы возбуждать интересы у школьников, студентов, чтобы они шли в эту область науки. Ну вот, дальше я хочу показать несколько примеров популяризации, которые с этим связаны и что мы делаем. Один из примеров это фильм, снятый после дам открытия бозона Хиггс, примерно часовой фильм, документально такой научно-технический, научно-популярный о создателях этого большого адронного коллайдера в открытии бозона Хиггс. Очень интересный, посмотрите. Другой пример. Это вот ваши все айфоны, там, пэды и так далее. Вы можете вот прямо сейчас загрузить вот это приложение, называется коллайдер, и на вашем айфоне или андроиде реально посмотреть события, которые прямо сейчас происходят в большом адронном коллайдере. и посмотреть вот эти треки, повертеть и посмотреть, как много действительно вот событий вот сейчас тут прямо происходит. Сделайте это вот после окончания этой лекции. Это замечательно, интересно. Другой пример. Мы сейчас обсуждаем строительство нового коллайдера. Физика, они немножко, все время хотят что-то новое побольше построить, но в этом случае он будет, мы хотим сделать его прямым, так называемый линейный коллайдер. Япония очень активно заинтересована в этом коллайдере и сейчас рассматривает на уровне правительства. Мы не знаем, будет он строиться или нет, но вот примеры того, что происходит вообще с точки зрения популяризации в Японии и вокруг. Например, школьные песни о коллайдере вы можете найти на ютюбе, где школьные девочки и школьники поют там что-то про электроны и так далее. Игрушки с символикой коллайдера. Вот здесь вот Hello Kitty, это бренд некий такой игрушки и там символика коллайдера тоже присутствует. Общение с правительством, глава проекта общается с премьер-министром Японии. Комиксы различные, вот как устроен коллайдер и так далее вот со всякими такими комическими персонажами. Вовлечение местного населения, здесь показан баннер, написано мы поддерживаем линейный коллайдер и так далее вот там на севере Японии. Это вот такой пример. Ну понятно, что есть очень большое количество книг по разным областям физики, которые люди, как мои коллеги, я в том числе, пишем иногда в свободное время на популярном языке. Вот здесь примеры показаны разных книг, зачем изучать, например, теорию струн, что такое физика частиц и так далее, и так далее. Различные журналы популярные тоже издаются. Здесь еще один пример, журнал «Симметрия» издается двумя ведущими лабораториями в США, в Чикаго и Станфорде. Интересно заметить, что эти две лаборатории в обычной жизни очень конкурируют и соперничают. Ну вот на фоне издания журнала они объединились и издают очень интересный, хороший журнал. Я хочу сделать некое замечание. Такое, все это распространение информации вот такое, одностороннее, это сложное дело. И этот график показывает, что вот это число хостов, интернет-хостов от времени экспоненциально растет и сейчас какой-то миллиард достиг. То есть если вы сделаете еще один канал в YouTube и так далее, будет какие-то лекции, импакт, влияние этого будет минимальный. Ну за исключением, разве что, если вы будете объяснять, почему надо так словаться или что такое формула любви и так далее, и так далее. За исключением таких случаев, наверное, трудно возбудить интерес массовый. То есть нужны другие способы. Какие-то способы. Я пытаюсь вспомнить на этом слайде, например, что меня и моих коллег подвигнуло заниматься физикой. Понятно, что были и журналы, и книги и так далее. Но также было и школьные олимпиады, что значит активное участие, соревнования, соперничество, физмат-классы, интернаты, опять-таки дух соревнования, разные кружки технического моделирования. То есть что я хочу сказать, что живое общение, активное участие, дух соревнований очень важен от участников для того, чтобы возбудить интерес к науке. И один из этих примеров показан здесь. Опять-таки ЦЕРН, большой адронный коллагерь, но здесь ЦЕРН устраивает конкурсы для школ, когда школьные команды предлагают эксперимент, реальный эксперимент на ускорителе в ЦЕРН. Вот когда эта программа была открыта в 2014 году, сразу около 300 заявок было подано. всего 2 победителя было, 2 команды. Вот одна из них из Греции показана. Опять-таки, дух соревнования, реальная возможность сделать что-то для науки, это все возбуждает интерес очень сильно. И опять-таки, различные фестивали, научные шоу, дни открытых дверей, вот здесь фотография нескольких примеров с нашим участием, в том числе, когда у школьников, студентов, есть реальная возможность что-то там ткнуть кнопку, там что-нибудь сделать, сломать и так далее. Все это очень-очень важно. И хотел бы закончить вот в основном примеры популяризации следующим. Обучение учителей, обучение тех, кто учит. То есть обучение учителей школ очень важно. Это одна из наших программ, АПИУ, то есть учителя старших школ физмат-классов, каждый год приезжают к нам на летнюю школу и они не только лекции слушают по состоянию науки, но в том числе мы после обеда для них устраиваем воркшоп, то есть в лаборатории они реально пытаются что-то сделать руками, например, из подручных средств, как сделать камеру Вильсона, детектор элементарных частиц, или как сделать модель ускорителя из салатницы, нескольких фольг и так далее. Вот это реальное вовлечение, когда можно что-то сделать руками, очень-очень полезно. Ну и просто пару слайдов еще о собственном личном вкладе популяризации науки в России именно. В частности, наш институт участвовал в фестивале науки в Москве в 2010 году, лекция в рамках научного кафе опять-таки в 2010 году организована посольством, участие в выставке Цернову, я и Дубна, лекция для учителей фонда династии, лекция 1 сентября 2015 года тысячи первокурсников в Новосибирске и так далее. Ну и запланирован на этот год в принципе, кроме вот участия в Казанском фестивале, также участие в фестивале Еврокофест в Новосибирске, популярные лекции и лекциями фестивалей в Москве в октябре. И вот там-то я как раз и буду иметь возможность рассказать побольше об этом, как изобретать инструменты науки будущего, которые основаны как на ускорителях, так на лазерах, так и на плазме. И в этом случае мы хотим строить не только огромные коллайдеры, там 30 километров и 100 километров, но и, например, новые ускорители, которые будут очень компактные. Например, тот же коллайдер вместо 100 метров или 10 километровых, как его уместить в размер комнаты. Вот все такое будет популярно рассказано. Ну и на этом я остановлюсь с саммарейдом. Распространение информации, несколько примеров, пресса, фильмы, книги, приложение смартфонов, комиксы, масс-культура, все очень важно. Но очень важно элементы с активным вовлечением, конкурсы, участие в экспериментах, мастер-классы для школьников и также для учителей. Вот это то, чем мы занимаемся и, в общем-то, многие из вас тоже занимаются. Сейчас перед вами выступит Олег Коронный, он шеф-редактор проекта «Арзамас». Может быть, вы знаете, такой очень хороший проект. Он расскажет лекцию с самым, пожалуй, оригинальным сегодня заголовком «Целовать гуся», «Почему науга — это весело» и «При чем тут гусь?» Да, здрасте. Так, ну, сразу начну с правды. Целовать гуся совершенно необязательно, а теперь к делу. Что такое «Арзамас»? Это сайт в интернете, сейчас все пользуются такой штукой, называется он «Арзамас Акедиме». Это сайт посвящен гуманитарной науке и, на самом деле, наша задача в первую очередь это скорее просвещение, чем образование. То есть мы хотим заставить людей влюбиться во всю эту историю, филологию и прочей лингвистики. Наша цель действительно, как-то, пожалуй, популяризация, и я попробую ответить на вопрос, как, как, в общем-то, заставить людей влюбиться в науку, как их заинтересовать, как заставить, чтобы в баре перестали обсуждать какую-нибудь чушь и, наконец-то, уже нормально заспорили про Петра Первого и Екатерину Второго и так далее. Смотрите, есть несколько очень простых методов. Метод первый, выдумываем какую-нибудь глупость веселую, в которую можно играть. То есть мы, как сайт, посвященный науке, то есть у нас все это очень важно, экспертное знание, мы всегда общаемся, там, типа, с главными учеными, всегда с ними консультируемся, всегда есть научная экспертиза, все проверяется, все уверяется, но одновременно с этим наша задача как-то заставить людей зайти и прочитать это. Потому что, честно сказать, некоторые книжки реально сложно читать. Мне, допустим, очень интересная история. Есть очень много крутых исследователей, но не все, во-первых, они могут сложно писать. Во-вторых, там очень много какой-то внутренней научной кухни, и нам главное вычистить текст и сделать его простым и читабельным. Так вот, для того, чтобы затащить на наш сайт, где лежат все эти простые читабельные тексты, нужно придумать какой-нибудь бред. Допустим, игру про французскую революцию. Французская революция. 40 лет. Совершенно безумие. Один король умер. Потом Наполеон. Потом реставрация. Потом снова революция. Потом реставрация. Кому приходится третьему, десятую? Врубаем, садимся за стол, думаем, ага, как бы нам повернуть эту историю так, чтобы не было омерзительно скучно. И чтобы это не занимало примерно 150 тысяч страниц. Делаем игру. Вот, перед вами ситуация. 23 июня 1989 год. Дальше читать не буду. В зале игры до мяча начал читать дальше. Короче, описывается ситуация реально историческая. Предлагаются варианты действий. Я куда-нибудь тыкаю. Вот, я не буду во всем этом участвовать. Это моя политическая позиция. Нажимаю ответить. Вероятность смерти 5%. Мне повезло, скорее всего, я выживу. Идем дальше. Вы выжили. Значит, когда гвардейцы, короля, ля-ля-ля-ля, читаем тексты, это очень популярно, понятно, просто проверяли у лучших ученых. Французская революция обязательно очень интересна. Так, значит, следующий год, следующая ситуация. Нужно выбрать что-нибудь ужасное, чтобы закончить этот слайд и перейти к следующему. Я не готов больше терпеть произвола правительства. Это тоже моя политическая ситуация. Поэтому присоединяюсь к повстанцам, к оружию. Надеюсь, что это не противозаконно. Вероятность смерти всего лишь на всего 30%. Я умер. Я погиб во время зайти в Бастилию. У меня есть социальная сеть. Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, может быть, еще вы знаете какие-то. Конечно, я хочу пошарить такую штуку, что я, вот, смотрите, я пережил появление национального собрания, но погиб во время. Какие-то люди, естественно, видят, это нормально расходится по соцсетям. Они это выкладывают, люди переходят, и тут оказывается, что, между прочим, это не просто так. Игра, это целый сайт. Тут очень много лекций. Тут лекции, дополнительные материалы, просто совсем разные. Вау. Ну, в общем, в общем, таким образом можно притащить один тип людей. Других людей можно притащить не игрой, а какой-нибудь там сжатой информацией. Допустим, я беру интервью очень крутого историка Андрея Леонидовича Зориана, разговариваю с ним, сжимаю его очень-очень крутую, и, кстати, совершенно не скучно, но, тем не менее, книжку на 300 страниц, которую нужно сначала дойти в магазин, купить, правильно выиграть. Вы же понимаете, вы приходите в книжный магазин, слева книжки «Как Сталин спас Россию», справа книжки «Почему Америка во всем виновата», и где-то между ними, раскопавшись в этой всем груди неприятных вещей, вы вдруг находите книжку Андрея Леонидовича Зорина с названием «Кормят двухглавого орла». Ну, я рад, если вы знаете Зорина, если у вас причет такое название, но, короче, вот я встречаюсь с Зориным, разговариваю с ним, записываю интервью, задаю вопросы, и просто, на самом деле, немножко жульничаю, потому что я читал его книгу, знаю, о чем он любит и может рассказать очень круто, и просто сжимаю до короткого текста, типа там, 12 пунктов, которые нужно понимать про эпоху Александра Первого. Конечно, это все допущение, это все сжатие, это все популяризация. Дальше человек уже, прочитая этот текст, может быть, доверется до магазина и приобретет эту книгу. Также в последнее время мы решили все-таки замахнуться на попытки образования и заняться вместе с учителями для России, очень крутой организацией, мы решили разработать некую методичку, задачник, решебник, называйте, как угодно, про историю России 18 века. Что мы сделали? Мы взяли, мы пообщались со школьными учителями, посоветовали с ними и превратили учителей, это вот сейчас будет немножко скучный момент, у них есть такая вещь, которая называется УОД. Кроме ее классного названия, сейчас попробую вспомнить, что это обозначает, универсальное образовательное действие, по-моему, так. В общем, образование строится из каких-то там ячеек и у каждой темы есть там важный какой-то аспект, который должен понять ученик, типа уметь читать источник или формулировать свое мнение. В общем, вы понимаете, что это все не очень весело, и на уроках иногда происходит это все довольно скучно, потому что уроки в основном строятся так, что люди сидят, на первых двух партах сидят отличники и хулиганы, их обычно комбинируют, на задних партах сидят любители поспать, рисовать и почитать Альберта Камю, или не знаю, что сейчас читают в школе, в мое время именно это читал. Камю, Паланик, вот это вот все. Где-то посередине просто такой планктон, эти люди потом навсегда исчезают из жизни, и даже их невозможно найти в одноклассниках. Ну, в общем, учитель стоит у доски и что-то там говорит в надежде, что ученики будут хорошо себя вести. Вообще, хорошо себя вести это посыл школьный. Мы предложили, мы общались с учителями, придумали, как это сделать весело. И просто предложили разные форматы игр. То есть, это все игры, которые можно играть на компьютере, можно играть на айфоне, говорят, что в школе нынче сейчас везде всем дают планшеты. Я в это не верю, ну ладно. В это можно играть на бумажках, ну то есть просто мы там симулируем споры или занимаемся чем-то таким. Это как бы другая точка входа, это другая задача. И, пожалуй, что, наверное, этого достаточно для краткого семиминутного выступления. Суть заключается в том, что просто нужно рассказывать о некоторых вещах довольно весело и совмещать это с экспертным мнением. Сайт называется Arzama Saketim, и вы всегда можете задать мне вопрос, я попробую на него ответить. Ура! Сейчас выступит Лена Брандт из МФТИ. Она расскажет о модели популяризации у нас и в мире. Действительно ли у России свой путь? После выступления Олега это вообще звучит очень любопытно. Да. Довольно странно, наверное, в середине, потому что у меня такой... Андрей попросил меня, он на самом деле не только объявляет конференции, он вообще модератор сессии, он и все придумал. Он попросил меня дать некий такой, то, что называется, простите за ангисызм, helicopter view, то есть, типа, чего происходит в России вообще, почему делали некоторые анализы и в других странах. Я хочу понять про аудиторию сначала, а есть здесь те, кто практикует популяризацию науки или пиар, ну вот уже работает и работает в этой сфере? Ой, как здорово. Ну, не очень много народу, но это соответствует официальной статистике, их вообще не очень много в России. А скажите, пожалуйста, кто, может быть, учится, но собирается это делать в будущем и видит себя в этом? Ну, еще меньше. Динамик отрицательный. Ну, ладно. В общем, моя задача тогда попробовать вас убедить в том, что хочется вам этого или нет, но это очень нужно нашей стране, поэтому надо. Значит, начну я с проблематики. Вот в 2013 году Высшая школа экономики, как обычно, издала очередной выпуск индикаторов науки, так называемых. Они так вот часто делают и про научные данные сами, и там обязательно есть такая графа, как научная грамотность населения и вообще целая глава, связанная с популяризацией науки и вообще как это в России работает. Мне кажется, что если в этом зале достаточно патриотов, он должен быть достаточно обидно сейчас, потому что мы не просто на, по-моему, 29-м месте, впереди нас, и впереди нас не только США, которые так нас всегда обгоняют, но еще и всякие там Венгрия, Словения, в общем-очень неприятно, короче говоря, это все. И когда ты спрашиваешь людей, почему так получается, и почему по научной грамотности наша страна, ну, значит, возникает обычно два таких потенциальных объяснения. Ну, вот, если очень быстро, вот какие бы вы предложили объяснения? Деньги. Народу все равно. Что еще раз? Народу все равно. Народу все равно. Православие я так же слышала, видимо, так же самодержавие народность тоже было с объяснениями. Ну, вот, часто говорят, что, значит, люди, которые вне сферы, я понимаю, почему этот вариант здесь не звучит, к науке достаточно близки, но часто люди вне сферы говорят, так в России еще науки нет, а те, кто не считает, что ее нету, говорят, в России образования нет. Но, дело в том, что и на тот, и на другой вопрос есть очень неоднозначный ответ. Ну, Россия, по данным некоторым, например, организации экономического сотрудничества и развития, первое место в мире занимает по числу лиц с высшим образованием. Понятно, что абсолютное число, это потому что у нас население достаточно большое, понятно, что там это просто диплом, который некоторые покупают, но, тем не менее, как бы, некая статистика есть. У нас много людей с высшим образованием. А еще у нас наука тоже есть, ну, как бы, и не мне вам об этом рассказывать. А вот есть такая версия, и я не говорю, что это абсолютно точный ответ, но одно из объяснений заключается в том, что в России практически, ну, ладно, не то чтобы нет, последние годы начало появляться, но массовых коммуникаций науки, на самом деле, у нас с этим большие проблемы. Вот, это моя любимая картинка, она достаточно старая уже, она 13-го года, но она настолько классная, что я ее показываю уже долгое время. Это такая страшилка. Это семантическое облако, которое построено по российским медиам за 2013 год вокруг слов «наука и научный». И если кто-то найдет здесь хоть одно слово про науку, у того, значит, очень хорошее зрение, потому что оно здесь есть одно. Не-не-не, про суть науки я имею в виду, про исследование, то, чем учеба занимается, кто-нибудь видит? Что? Ну, фон, ну, какой же это про науку-то? Нет, это все. Иран, не про науку. Нет, про науку здесь одно слово «Арктика». Может, по-моему, здесь еще там есть, по-моему, МКС где-то было. Ну, в общем, да, да, МКС и Арктик, они есть. Ну, если вы видите, это нормально, потому что это значит, у вас нормальное обычное зрение, а не дальнозоркость, свойственная по жилому возрасту. В общем, почему так получается? Потому что, ну, да, во-первых, в 2012 году реформировали РАН. Это понятно. Но, на самом деле, это совершенно не оправдывает вот это вот облако, и непонятно, почему медиа вообще больше ни про что не пишет, кроме как про реформу РАН. То есть, к сожалению, ну, сейчас этот тренд, я уже попозже вам покажу, он начинает переламываться, но, тем не менее, когда мы говорим о науке, мы говорим почему-то не про исследование, которое ученые делают, а мы говорим про ее в лабораториях и делают. Как бы вопрос такой, ну, наука, она же для массовой пользы это, в принципе, вроде как доступно, да? То есть, ну, мы же это все видим, мы там смотрим «Варсианина», мы знаем Нилу де Грасса Тайсона, то есть, мы понимаем, что это возможно, но просто вопрос в том, ну, возможно ли это в России, как бы с нашей, да, культурой. Ну, это, кстати, реальная фотка какого-то, какого-то коллектива и какого-то института, мне кажется, динамики геосфер, что ли. Ну, это как бы, ну, как, не то, что привлечение, это реальность, но я просто не говорю, что она репрезентативная, что везде все абсолютно так же. Есть такое возражение, что, ну, как бы, вы можете меня зрить, ну, вообще-то в России же, как бы, да, с Советского Союза сильная школа популяризации науки, у нас же, значит, эти традиции там далеко и глубоко, и вы будете правы, действительно, ну, мы там помним, мы технику, ну, как мы помним, это память, я бы не назвала, историческая память, так ее назовем, технику молодежи, на данный момент, что, значит, каждый средний житель СССР, гражданин, слушал за год примерно 6 научно-популярных лекций. Я не слушаю 6 научно-популярных лекций, если честно, за свою жизнь там за год. Вот, то есть мы вот это вот все знаем, и на самом деле, ну, хорошая новость заключается в том, что это возрождается. Я не знаю, давайте проверим, вот, кто из вас смотрел хотя бы один выпуск «Все как у зверей»? Вот, ага, проникает немножечко. Может быть, и физику с победилским видели вы когда-нибудь, ну, чуть помню, ну, это нормально, про секс интереснее, чем про физику, это понятно. Вот, а кто-то, может быть, Асю Казанцеву читал, а кто-то, может быть, Сашу Панченко читал. В общем, но, ну, то есть этого, тут понимаете, в чем проблема, что абсолютно точно воспроизводительные там советские форматы неправильные, не надо, мы в другом мире живем, мы там по-другому общаемся, общим взаимодействием и так далее. Но, тем не менее, там, ну, в общем, как-то это возрождается. Но вопрос ко мне был, на самом деле, то, что Andrei, вопрос, на который Андрей попросил меня ответить, это вопрос, условно, кто заказывает музыку. То есть, если вы задумаетесь в ответственный вопрос, а кому вообще нужна популяризация и почему она происходит, это вопрос не такой однозначный. То есть, вот, ну, есть несколько книжек по этому поводу написанных, они про не популяризацию, про научную коммуникацию, потому что нас об этом говорят мало, а в мире об этом говорят довольно много, на самом деле. И это есть отдельная академическая дисциплина, которая так называется, по этому поводу пишутся статьи, пишутся книжечки, и вот если их почитать, читал их немного кто, но я читала некоторые не полностью, то там, например, видно такие вещи, что уровень дискурса, который есть по этому поводу в какой-нибудь Дании, вот здесь, например, привезена, значит, распространение информации или двусторонний диалог в Дании, ну и как двигалось, например, от популяризации к вовлечению Корея, например. Дело в том, что если смотреть на мир в целом, сейчас будет такое очень грубое обобщение, но мне кажется, оно довольно такое важное для понимания. В мире у нас есть, ну, скажем так, восточная модель, она сильнее всего заметна в Китае, и вообще не берусь ответить за другие страны, просто в Китае она прям уже очень очевидна. Дело в том, что Китай стал первой страной, кстати, возможно, даже единственной, потому что я не слышала о других таких кейсах в других странах, они приняли закон о популяризации науки в 2002 году. У них есть не только министерство, но еще и ряд таких вот, то, что мы бы назвали институтами развития, которые отвечают за распространение науки и технологий в массе, причем есть госзаказ на это, то есть что-то правительство Китая кажется правильным для распространения, например, информацию о птичьем гриппе, потому что им, наверное, часто болеют, и об этом полезно знать, или, например, информацию о пилотируемой космонавтике, потому что, видимо, им важно, чтобы туда шла молодежь и дети. И вот, как бы, значит, на эту тему есть заказ, который спускается в институты развития и ассоциаций, и они дальше уже, как бы, распространяют это знание по всему Китаю. Кстати, кто-нибудь обратил внимание на табличке научной грамотности, где был Китай, до нас или после? После. Правильно, после. Вот хорошо, что вы обратили внимание, потому что забавно, что, ну, большой вопрос, насколько это эффективно строить вообще государственную политику именно так. Ну, то есть, как бы, из-под палки по строгой вертикали сверху вниз опускать, значит, заказ на популяризацию. Есть западная модель, она характеризуется такими прекрасными демократическими либеральными ценностями, что, значит, народ выбирает власть, ха-ха, и, значит, потому что они ее выбирают, значит, им там вот власть как бы должна демонстрировать, что они все правильно делают, в том числе бюджетировать правильно науку, а еще рассказывать налогоплательщикам, значит, о том, что они именно бюджетируют и почему. И вот, например, здесь есть фотография Джеймса Гиллиса, вот мне довелось иметь честь быть с ним знакомым лично, это глава бывшего до прошлого года коммуникации Церна. Это как раз вопрос о том, почему про Адронный коллайдер легко говорить, и почему о нем все знают, хотя никто не может объяснить, что там происходит, что такое базовый Хиггс, но знают все. И я еще обычно в аудиторию спрашиваю, там, поднимите руку, кто слышал про Большой Адронный коллайдер. Что, нет? Хорошо, а поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал про коллайдер Ника. А, а, это вам сегодня рассказано. Слушайте, ну, кстати, это у меня вообще первый раз, первый раз мы увидим, потому что вам сегодня рассказывали, что руку поднимают больше, чем один или два человека, потому что, ну, обычно вот такая разница, где-то пиарщики работают, а где-то нет. Ну, в общем, по его такому мнению, суть именно в этом, что, значит, ну, научная коммуникация — это интерес правительства, а научные организации конкурируют за присутствие в медиаполе. Ну, и надо сказать, что ЦЕРН в этом смысле там далеко и давно всех победил. Если посмотреть, тут вот эти вот милые графики, которые говорят о том, что ученые уже, значит, давно поняли, что обязательно нужно рассказывать про свои исследования, и вот они там готовы это делать в разных форматах, и в соцсеточках, и, значит, там, по телеку, и так и сяк, но это на Запад. Знаете, есть такое выражение «проблемы Первого мира», это, условно, типа, в Африке не хватает воды, а, значит, в Америке думают, какой соус взять в картошке. Вот как бы, если мы почитаем «проблемы Первого мира научных коммуникаций», то есть вот как раз западные, нам этого все довольно странно. То есть у нас с этим вообще проблемы с количеством этого, да, с наличием этого. А они рассуждают о том, что что-то ученые слишком элитарно себя позиционируют, как будто они, значит, все знают, а остальные ничего не знают. Вот, ну, и это, на самом деле, забавно, потому что, ну, то есть мы совсем в другой реальности живем там. Там они сейчас обсуждают, как науку сделать, на самом деле, интерактивной, как вовлечь людей в так называемую гражданскую науку, то, что citizen science называется, да, как убрать ученого из его так называемой башни слоновой кости, где он сидит и действует по принципу дефицитной модели. Есть такой термин, что, значит, типа, у ученых знания есть, а у общества знания нету, и вот нужно срочно этот пробел восполнить. И вот западные наши коллеги думают о том, как им от этого уйти, потому что им кажется, что это неправильно, потому что, на самом деле, коммуницировать мы должны на равных, ученые должны быть не экспертами, а распространителями знаниями. Вот, и, ну, соответственно, решения, о которых они говорят, это про фидбэк, про вовлечение, про то, что люди должны помогать расшифровывать геном человека и наблюдать за птицами. Вот, вопрос такой, есть ли модель BRICS, потому что, ну, понятно, что мы и не Азия, мы и не Европа, и мы и не Америка. У нас, как бы, как обычно, да, путь где-то, наверное, там, посерединке. Ну, интересно, что моделей BRICS нету. Ну, то есть, кто бы не анализировал происходящее в этих странах, там, в том числе и Россию, кстати, Россию очень мало анализируют, даже обидно. Ну, вот, обычно пишут про Китай, про Индию, даже про Южную Африку, про Бразилию, соответственно, тоже. Ну, вот, говорится о том, что везде в этих странах наблюдается вместе с экономическим ростом очень большой бум и подъем как раз науки и технологий, увеличивается, там, финансирование, их задействованность кадров, но, тем не менее, какой-то стройной и понятной модели того, как в этих государствах коммуницируется наука к обществу, нету до сих пор. Ну, и у нас ее национальных тоже нет, у нас даже об этом пока не особо думали и не говорили. Вот, здесь пример того, почему нам опять должно быть немножко обидно, потому что, ну, во всех странах перечисленных, которые с нами, как бы, наши коллеги, которые в них входят, в них эта движуха, она в том или ином виде есть уже, то есть у них о научных коммуникациях говорят, они это еще интернационализируют, как бы, в общем, таком инфополе про это говорят, мероприятия проводят. У нас с этим пока достаточно туго, вот, у нас примерно так, одно, если по-английски поискать, по крайней мере. Вот, ну, и есть, мне кажется, такой важный тезис, он серьезный достаточно, дело в том, что популяризация коммуникации вообще, это же, как бы, производная от конкуренции. Ну, то есть мы говорим, например, про, там, конкурентный рынок, там становится уместна реклама, там, маркетинг, да, ну, потому что надо конкурировать, соответственно, кто первый до потребителя доберется, то, значит, ты король. А, ну, в науке это такой паблик и фэрс, то есть там тоже конкуренция некая должна быть, а у нас в России традиционно-то не было, в принципе, мы же там долгое время по принципу госплана жили, и до сих пор вот людям, таким, как вот были на той фотографии, над которой вы смеялись, как бы им удобнее жить по госплану, они по-другому жить не готовы, я говорю, у нас тоже такие, там, институты есть, не очень много, но им достаточно трудно объяснить, почему вдруг надо по-другому начинать жить. А интересно-то вот что, что 13-й год, вот тот самый, когда был этот оллака про, значит, реформу РАН, как я недавно узнала из уст, там, замминистра, еще предыдущего министра, ну, кстати, она удержалась, значит, в 2017-й год стал, на самом деле, в российской науке поворотом. Почему? Потому что в 2012-м году были знаменитые майские указы президента, где он там повелел, разные вещи делали, то, что он повелел, то здесь как раз перечислено, то повысит, все повысит, там, значит. В принципе, уровень развития там национальной науки, он мерится такими тремя ключевыми показателями. Это финансирование исследований, это количество людей, занятых в них, и акцитируемость. И вот интересно вот что, что оказывается с 2000-го года по 2013-й, это, ну, я так понимаю, что раньше 2000-го тоже падение было, просто его не замеряли, так вот эти 13 лет, все эти показатели неуклонно падали, просто экспоненциально. И вдруг, в 2013-м году накопилась какая-то, видимо, критическая масса действий предпринятых, и это все переломилось, пошло вверх, и к 16-му году, за 3 года всего, это падение не только скомпенсировалось, но даже в рост пошло. И вот есть такая версия, и я заранее извиняюсь, здесь кто-то есть из Российской академии наук, потому что это такая болезненная тема, вообще я ее обычно стараюсь не касаться, но оказалось, что политика, ну, приведения науки в университеты, видите, здесь есть такой пункт, да, повышение доли вузовского сектора, вот этот вот ВЗИР, это внутренние затраты на исследование и разработки. В общем, суть оказалась в том, что государство осознанно сделало ставку на университеты. Ну, то есть схема, в которой наука находится в академии наук, а образование находится в университетах, она вообще западных коллег довольно-таки сильно, ну, удивляет и смешит. Они говорят, ну, как бы, а как вы можете учить людей чему-то, если у вас там наука не делается? Ну, и то есть ставка государственная на то, что если объединить науку и образование университетов, то станет лучше. Ну, и, кажется, вроде становится потихонечку, по крайней мере, локальный тренд именно такой. И вот, если говорить об университете и популяризации, то есть я, ну, как бы, постаралась объяснить, почему, так мне кажется, у университетов есть шанс этот тренд переломить, и вот эти вот облака все сделают чуть более насыщенными, чтобы там были другие фамилии, кроме Путина, пока, потому что, как бы, их нету, там главное вообще лицо российской науки. Вот университет, ему приходится, не, кстати, не шучу, вот, на самом деле, сколько мы облаков не делали, по 2014, по 2015 году, везде Путин, это единственная фамилия. Так вот, если вы посмотрите, с кем коммуницирует университет, то аудитории достаточно разные, там есть и бизнес, и власть, и абитуриенты, и везде, везде нужно конкурировать, в отличие от научно-исследовательского института. А теперь я хочу вас спросить, а как вы думаете, какая, вот, например, у физтеха и еще у 21 вуза ключевая аудитория вот на ближайшие годы, целевая? Вот из перечисленных здесь. Абитуриенты, вот звучит версия еще. Власть, возможно. Ну, вот я, возможно, вас удивлю, но на самом деле она вот. То есть просто задача такая стоит, что нужно конкурировать за внимание экспертов рейтингов, потому что до 2020 года стоит задача войти в сотни международных рейтингов. И вот именно поэтому, на самом деле, ключевым моментом коммуникации университета становится наука, а вовсе не образование, и не то, как у нас хорошо учиться, и то ли это отремонтировать. И я очень просто быстро покажу, чего делаем мы. Одну минуту ты еще постоишь у меня над душой. Значит, проблема коммуникации, ну, науки университета, она довольно сложная. Я думаю, что у всех научных коммуникаторов стоит одна и та же проблема, что значат все эти слова. Ну, а если заняться этим плотнее, то, в принципе, это все переформулируется достаточно легко. Ну, то есть это, по сути, вот то, что было на предыдущем слайде, только превращенное в новости, которые вот выходят там, типа, у нас в крупнейшей федеральной СМИ. И вот что мы выяснили за год, который мы работаем на Фестехе, оказывается, ну, я думаю, что кто работает в Казахстанском федеральном университете и в других университетах тоже это, видимо, освоили, что на самом деле в медиа, оказывается, российскую науку очень ждут. То есть вот это вот облако, где Академия Путина, это не потому, что медиа лень или не хочет про науку, писатель народу неинтересно звучал такая версия. Да нет, интересно, просто какой-то контент отдавать надо туда. Оказывается, что мнением ученых интересуется, причем не только таких маститых пожилых ученых, но на самом деле еще и молодых. Вот у меня был, а, да, самая удивительная вещь, которая с нами случилась, это оказалось, что на Западе российскую науку тоже ждали и хотели. Вот оказалось, что можно колонки в Scientific American писать, что новости там могут регулярно выходить в Daily Mail, и что это все реально востребовано. И нам приходится преодолевать много сопротивлений, чтобы постараться быть ближе к людям, чтобы уговорить таких ученых из лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер сходить, посмотреть, к примеру, Марсианина, чтобы типа это откомментировать в медиа. А вот это как раз тот самый пример, когда просто рыбокомнение — это такое место, где всякие там директора холдингов обычного сказа. Вот это два аспиранта лаборатории, там, значит, типа нелинейных процессов, которые написали, какие технологии звездных войн могут появиться в реальности. И это просто показатель того, что очень мало науки в СМИ. Ну просто, ну как бы очень мало, кто этот контент вообще готов давать. Ну, у нас есть лекторий, у нас был календарь в стиле Пирелли, но у нас не оказалось женщин, чтобы он получился в стиле Пирелли, поэтому дорогие мужики. У нас, да, мы проводим с вами слаймы, кстати, мы были первыми, кто в университете его провел, нас это закидали, сказали, что это в паре должен быть в университете. У нас здесь прекрасно, в принципе, стихи шутят, я забыла взять с собой наклейки, но когда-нибудь мы с вами еще встретимся, я вам их раздам, он как раз вместе с N+.1. Вот, это, кстати, можно проверить свой уровень сложности, потому что, ну, надо немножко понимать, чтобы некоторые из них понять. Вот, такой вот у нас еще есть эксперимент, мы пробуем на запахную аудиторию-то закинуть в стиль образовача. Вот, есть видеоблог, который мы пытаемся вести, ну, так, вроде пока неплохо получается, про наши новости, которые мы пытаемся сделать в стиле плюс 100-500, то есть там главное шутейки, а не сами новости. Ну и есть как бы глобальная большая задача, это вырастить поколение других, не тех, которые были на той самой картинке, а молодых, бодрых, которые понимают, что, в общем, ну, наука это может быть и свежо, и интересно, и хорошо. И что с национальной моделью-то? Свой путь все-таки или не свой? Я думаю, что... Я вообще не верю сейчас в стратегии моделей, мне кажется, что в России особенно вообще это не работает, то есть типа что-то написать, там запланировать, все равно все не так пойдет, поэтому я думаю, что ответ примерно такой, что надо быть попроще, вот, и что тот тренд, который в науке задался в российской за последнее время в науке и в коммуникациях ее как производной, надо просто продолжать, не сбавляя темпу. Спасибо большое за внимание. В следующем выступает Анна Крангаус, генеральный директор и сооснователь издания «Анфолис-1». Я, собственно, представитель того издания, которое очень заинтересовано науке, Я буду тем человеком, который выступает перед вами без презентации, без микрофона, очевидно. Я хочу рассказать про издание «Анфолис-1», которое мы делаем, и про то, что мне интересно в науке как издателю, и что нам кажется интересным нашим читателям. «Анфолис-1» видел кто-нибудь? Кто не видел, заходите, посмотрите. Это издание, которое существует полтора года. Аудитории его порядка трех миллионов читателей. Около миллиона человек читают сайт, и еще больше двух миллионов читают наши новости и тексты через почтовые рассылки, мессенджеры, социальные сети и так далее. Я хочу рассказать про то, какие тексты были самыми популярными за последний месяц-полтора на «Анфолис-1». Это тексты, которые собрали более 50 тысяч просмотров, некоторые и больше 150. Самый главный по популярности – это огромный текст про кольскую скважину. Следующий – новость про то, что биологи расшифровали очередную тайну женского оргазма. Третий по популярности – текст про особенности переводов бестселлеров вообще, и «Гарри Поттера в частности». Новость про то, что о работоспособности невозможного двигателя выйдет публикация в рецензированном журнале. Длинный текст про то, кто, как и зачем обрабатывает снимки из космоса. И новость о том, что употребление животного белка связали с ранней смертью. Все эти новости собрали больше 50 тысяч просмотров, и их невозможно объединить какой бы то ни было темой. Единственное, что их объединяет, это то, что они по нашей внутренней градации сложности не дотягивают до 5 по 10-бальной шкале. У нас есть такая внутренняя градация, когда редактор выставляет оценку тексту по 10-бальной шкале в зависимости от того, сколько силы интеллектуальных усилий он затратил на текст и сколько пропорционально придется затратить читателю. Так вот, эти несложные тексты на абсолютно разные темы люди читали в среднем от 3 до 5 минут. Если взять другой набор текстов, повышенной сложности, тексты, большие материалы и новости со сложностью 6, 7, 8 по 10-бальной шкале, то их будет, скорее всего, читать меньшее количество человек, от 2 до 10 тысяч, может быть, но время, которое люди затратят на прочтение этой новости, будет примерно тоже в диапазоне от 3 до 5 минут. Что это значит для нас? Это значит, что если вы разбираетесь в химии, и если вас интересует, например, синтез неорганического бензола, вы не являетесь для нас специально вдумчивым или каким-то специально заинтересованным читателем. Вы являетесь, скорее всего, редким читателем и представителем какой-то узкой группы наших читателей. И популярность N плюс 1 строится не на том, чтобы делать популярные тексты, простые тексты, упрощать науку, а на том, чтобы общаться с максимальным количеством редких читателей и максимальным количеством узких групп. Темы, на которые мы пишем, это примерно все области научного знания. Биология, химия, физика, астрофизика, математика, психология, филология, история, археология и так далее. И так далее, и так далее. И там смежные с ними технологические темы. Какие еще мы видим узкие специфические группы интересов? Ну, например, женщины в среднем больше, чем остальные группы наших читателей, интересуются медициной. Или мужчины в возрасте 45 и старше больше интересуются оружием, чем все остальные. Или, например, люди за 55 совершенно не интересуются текстами повышенных рисков ранней смертности. Тема секса, которую мне подсказывает Илья, тоже влияет на чтение. Вот если все тексты, вне зависимости от сложности, люди читают в среднем от 3 до 5 минут, то единственная категория текстов, которые читают гораздо быстрее, быстрее, а точнее даже меньше минуты, это тексты с заголовком, в котором встречается секс. Может быть, нет, может быть, у нас нерелевантные фотографии или неправильные тонации. Есть перевернутые процессы. Возможно. Также на скорости чтения, на скорости, которую человек тратит на текст, влияет возраст. Например, люди в возрасте от 18 до 25 лет читают тексты в среднем на треть быстрее, чем люди в возрасте от 25 до 35. Не знаю почему. Что еще мы знаем про наших пользователей? Нам кажется, что тексты N плюс 1 люди читают с двумя основными целями. Первое — это чтобы узнать что-то новое, почувствовать себя умнее, может быть, и стать умнее. А второе — это чтобы найти какую-то тему для разговора со своим окружением, с друзьями, коллегами, с семьей, в паре. При этом примерно две пятых нашей аудитории никогда не читают дальше заголовка ЭЛИДА. Это в целом коррелирует с опубликованными, например, в этом году американскими исследованиями про то, что 41% людей не читают текст вообще перед тем, как его перепостить или опубликовать на него ссылку. Тем не менее, нам хочется общаться со всей своей аудиторией, с тем, которая читает тексты целиком, с тем, и с той ее частью, которая читает не дальше заголовка и вступление. Поэтому мы пробуем разные формы упаковки контента. Одну и ту же тему можно завернуть в шутку, в несмешную шутку, в короткое видео, в гифку, в тест, в новость, в большой текст. И так или иначе найти язык с каждой узкой группой, с каждым человеком. Я надеюсь. К чему это приводит? Это привело, например, нас, редакцию Н плюс один, к тому, что количество упаковщиков контента у нас сопоставимо с количеством штатных его производителей. То есть у нас в штате людей, пишущих научные тексты, столько же, сколько людей, которые пытаются придумать, как это правильно донести. Вот, собственно, все интересное, что я хотела рассказать. Мы с вами настолько уже вылетели за тайм, что не буду я читать всю свою длинную презентацию. Она была рассчитана на 20. А просто очень кратко расскажу о том, что такое чердак и, может быть, пару барей каких-то. Чердак науки – это новый портал, который родился чуть больше года назад по решению одновременно ТАССа и Миноборнауки. И я в середине этого лета с удовольствием принял предложение туда перейти, потому что это то, чем мне давно хотелось – соединить в одном месте все форматы популяризации науки. Да, я вот это вот написал. Это и короткие тексты, и длинные, инфографика, всякие фоторепортажи, множество форматов видео, от забавных до серьезных, целые видеокурсы, смешные видео, обучающие, какие угодно. Мультики мы делаем и будем делать скоро игры. Кроме того, нас отличает то, что мы по революционной политике не менее 50% времени и места отводим отечественной науке, а лучше больше. И еще мы делаем одну забавную вещь, которая сейчас очень востребована на Западе. Лена про нее говорила слегка, что на Западе ждали советскую науку, ждали советскую, получили российскую. А мы вот этим отчасти занимаемся, потому что мы формируем так называемый Russian Sight News Feed. Мы переводим практически все новости по отечественным вузам, по универам и по НИИ, которые получаем, соединяем их в ленту и продаем. На нее очень большой спрос неожиданно появился. Насколько я знаю, пока никаких агрегаторов на английском и других русских новостей не существует. Еще занимаемся массой других всяких вещей, во время мероприятий, какие-то фестивали мы проводим, вплоть до изобретения всяких научных игрушек. Премиум у нас будет в следующем году. Книжки мы печатаем, кстати, Побединского. Несколько человек поднимали руку, что знакомы с ним. За два месяца лет мы продали 8000 экземпляров. Книжки Побединского, которым назвали только физика, только хардкор. Их хорошо расходятся. Сейчас запечатаем третий тираж уже. И в следующем году выпустим еще несколько книжек. Зачем я про все это так подробно говорю? Потому что недостаточно для популяризации науки делать только тексты. Какие бы они ни были хорошие, даже самые замечательные. Надо делать все. Как мне и детство в свое время сказали, дай им все, что они захотят. Люди хотят всего чего угодно. Любых текстов, любых видео, любых форматов. Дети хотят игрушек разнообразных, офлайновых, онлайновых. Люди в целом хотят приходить на фестиваль какой-нибудь научный под Крымский мозг, который мы проводили в конце лета. Надо им дать все. И тогда дело пойдет. А как это давать? Это совершенно другой вопрос. Меня люди очень хорошо рассказывали. Я сейчас не успею рассказать так много, как Лена Брандт, например. Потому что вообще на свете есть только два человека, которые умеют так быстро говорить. Один очень приятный Лена Брандт, другой не очень приятный Титакен Блаки. Но они все равно успевают впить полуторачасовую лекцию в пять минут. Я этим не обучался. Поэтому что можно сказать про то, что надо делать с популяризацией? Вот у меня тут была какая-то картина. А, кстати, вот хорошая цитата, я ее тоже зачитаю. Это тот самый Паркинсон, которого вы знаете. С которым мы почти знакомы. Он, правда, умер. Нордкат Паркинсон. Тот, который забрал закон Паркинсон, он все время написал, что пивовары считают, что его конкуренты другие пивовары. Издатели считают, что его конкуренты другие издатели. На самом деле он конкурирует с посовщиками поросных шлюпок, байдарок, пива и чего угодно. Если он отнимет свою аудиторию у них, будет хорошо. Если он вложится в свою рекламу и в свое подвижение, он получит свои деньги. Иначе их получат не другие издатели, а производители шлюпок или волейбойных ракеток. Из этого мы и исходим. Посмотрите, вот забавные картинки. Может быть, вы видели, наверняка вы все поиски соцсетями. Такая очень похожа на правду. На ней написано «Уважаемый мистер Эйнштейн, мы, к сожалению, вынуждены отклонить вашу кандидатуру на должность профессора Бернского университета, потому что ваши взгляды на свет и на соотношение пространства времени, конечно, любопытны, но являются скорее артом, чем физикой». В общем, любопытная штука. Я перепечатал, не знаю, может быть, миллион всяких источников. Это им показалось клевым, потому что всегда очень интересно заниматься не просто рассказом о науке, но срыванием покровов таких. На самом деле, самое интересное — это сорвать покровов с того, кто его срывает. Потому что мы взяли эту картинку, посмотрели на нее и увидели, что в ней масса серьезных ошибок. Вот, например, на печати университета Бернана. Они не видят никакого отношения к университету Бернану. Это герб Венгрии, судя по всему. Письмо написано по-английски. А Эйнштейн вообще натурализовался немцам еще в 1901 году. Переписка приходит в 1907 и почему-то на английском языке, между немцем и немцем. Ну, видимо, тот, кто изготавливал эту фальшивку, и представление имел, что люди разговаривают на каких-то других языках, кроме английского, или просто не знал немецкого, но мы обратили на это внимание. Наконец, улица, которая здесь указана, Сидорш-Сальс, она до 1932 года, насколько я помню, называлась Умбертсвайштрасса. И факультеты не были разделены на два, как здесь написано. Ну, и пошел его год, тогда еще не было. В общем, мы провели такую небольшую работу, которая похожа на научную работу, в частности, архивиста. И когда читатель видит, как к нему относятся, что ради него какое-то издание готово побыть научником некоторое время, им это нравится. Это нам принесло множество всяких лайков и шеров. Но это не по соцсетях, это скорее статья. С соцсетями не получается работать, на них там много времени, у нас всего 12 человек. Наконец, как вообще работать? Очень многие говорят, как же вы, господи, бедный, как вам приходится тяжело, когда вы пишете, например, о физике? Ну, а там еще биологика какая-то или лингвистика, это всем понятно. Жаль, что вы не пишете о футболе, в этом вообще каждый разбирается. А вот о физике, о как? И тут я хочу вам рассказать небольшую байку, как надо про это писать о физике. На самом деле, практически на любой пример можно, на любой физический момент можно придумать хороший рассказ. Нас этот, в частности, придумал не я, а как-то мы сидели с моим очень хорошим другом и прекрасным научным редактором, Димой Мамонтовым, и говорили о физике, и он, в частности, об Азе-Иштейнском конденсате. Я готовился к передаче, я веду на Ролевых Москве часовую передачу по пятнице в «Науков фокусе», может быть, кто-нибудь слышал, если не слышал, послушайте. Я думал, как же про это рассказать? Он говорит, а вот представь себе, что все люди — это частицы. Вот они разделяются на мальчиков и девочек. У мальчиков на брюки пошел метр квадратный полотна. Это целые спинку. Они — бозоны. А у девочек всего полметра полотна, потому что они одеты в юбочки. Это фермионы. Ведут они себя по-разному. Когда мальчики все вместе собираются, видят, что они одеты в одинаковые костюмы, они хлопают друг другу по плечу, становятся лучшими друзьями, ставят друг другу пиво, чувствуют себя прекрасно, ведут себя как единое целое. Это и есть бозонный конденсат или конденсат базы Эйнштейна. А девочки ведут себя по-другому. Когда они все собираются и видят, что они одеты в одинаковые юбки, они фыркнут, не садятся друг с другом на диванчике и вообще отворачиваются. Это принцип запрета Паули. Теперь представим себе какой-нибудь гигантский супермаркет, который сейчас много понастроили. Внутри масса таких магазинчиков, гудяков и прочих развлечений. Вот супермаркет, это у нас проводник, то, что внутри находится, это кристаллическая решетка. Теперь запускаем туда девочку Фермиона, и она испытывает многочисленные соударения со всеми гудяками и выходит оттуда с изрядно похудевшим кошельком. Это, поскольку электроны это Фермионы, то это принцип сопротивления. А, кстати, про мальчиков я был сказать, что когда закричали «наши их бьют», то мальчики сразу ринулись все в одну сторону, не мешая друг другу. Это сверхтекучесть. Что еще можно про это сказать? Что когда вы объединяете двух девочек Фермионов, получается куперская пара. И вот они, значит, на входе в супермаркет встретились, зацепились языками и начали болтать о мальчиках, об учебе, о чем-то еще, о чем болтают девочки, они очень в курсе. И они прошли весь супермаркет совершенно не задерживаясь, из одного конца в другой. Это называется сверхпроводимость. Ну вот сейчас мы только что за минуту, за сколько я там, может, в полторы, узнали примерно то, что студенты узнают из годового курса квантовой физики. Я шучу, не совсем, но почти. Ну вот так, в принципе, можно рассказывать о науке. Вот я кого-то зацепил, я надеюсь, что здесь не все физики, я никого не покорыгал своим рассказом. А когда ты этих людей зацепил, можно им подсунуть и нечто чуть более серьезное. Вот так мы и пробуем работать. От менее серьезного, более серьезного. Все, спасибо, у меня время выжал. Сейчас выступит Анна Шангина, директор по коммуникациям российского квантового центра. Расскажет о том, что вообще... Андрей, на самом деле, сказал, что я могу просто выйти в своем красивом бирзовом костюме, ничего не говорить, да. Но я все-таки попробую рассказать что-то интересное. Меня зовут Анна Шангина, я директор по коммуникациям российского квантового центра. Мы молодая научная организация, которая занимается исследованием в области квантовых технологий. И у меня достаточно короткая презентация, потому что Андрей сказал, что будет очень мало времени. И назвала я ее «Пиар в науке больше, чем пиар», потому что действительно я считаю, что в отличие от других областей, пиар в науке несет в себе такую очень важную задачу, как просвещение. И здесь очень много спикеров уже говорили про то, что очень много сложностей, связанных с пиаром в науке. И я особенно это ощутила, когда пришла 4 года назад в этот проект. Он начинался с нуля. Это, естественно, сложные слова, про которые говорил Илья Абилов. Это сложные спикеры, профессора, которые не всегда готовы идти на контакт с прессой, потому что они не понимают, на самом деле, для чего им это нужно. Это сложные темы, про которые мало кто умеет писать простым языком. Андрей Коняев, конечно, меня поддержит. Он умеет, он делал замечательные материалы и сейчас продолжает это делать. Но радует, что в мире все-таки есть потрясающие примеры того, как можно пиарить науку глобально, красиво. И я бы хотела немножко рассказать про это. Я собрала здесь, наверное, самые популярные и самые раскрученные примеры того, как можно пиарить науку. То есть это проект «Полёт коэффициентара», это создание открытого искусственного интеллекта, это проект «Лайга», который прогремел во всех самых крутых СМИ мира. Это «Полёт заселения Марса» Илона Маска, открытие базового хикса, про которого здесь очень много говорили. Ну и, конечно, квантовый компьютер — это наша любимая тема. Где только не был этот квантовый компьютер, на каких только обложках он не был, включая журнал «Тайм». Интересен тот факт, что эксперты относятся к этой теме очень скептически. То есть, например, наши профессора, которые работают в этой области, считают, что данный компьютер не совсем является квантовым, но при этом в мире новость о том, что D-Wave купил квантовый компьютер, создал квантовый компьютер, она облетела всё полушарие. И сейчас, если, например, спросить кого-то про квантовый компьютер, все, естественно, скажут, что да, мы это слышали. Ну и потом, как Лена Брандт рассказывала, если спросить дальше, соответственно, что это такое, для чего он нужен, ну тут уже, соответственно, будет сложнее ответить. На мой взгляд, очень важно то, что научились делать в мире, и то, что не умеем пока делать мы в должном количестве. Конечно, исключаю всех спикеров, которые сидят здесь, потому что это лучшие представители популяризаторов науки, здорово быть среди них, и чему-то учиться. Это, естественно, использование современных инструментов. Вот здесь я показала, например, одни из самых популярных и наших любимых аккаунтов в социальных сетях. Это наш любимый образовач, это American Physical Society, где 200 тысяч подписчиков, ну и скромно мы. И, например, Российская Академия Новок. У меня нет таких прекрасных картинок, как у Лены Брандт, но вот есть цифра, например, 733 подписчика, и новости, которые связаны в основном с тем, кто кого назначил, кто кого уволил, и, в общем, ничего интересного. Здорово, что есть у кого учиться, и классно, когда сложную науку пытаются объяснить с помощью каких-то смешных, забавных картинок. Проект физтех плюс один с цитатами. Это очень тоже все здорово, это доступно, и молодежь это очень увлекает. Немножко расскажу про нас. Я уже упомянула, что мы очень молодые, но нам повезло, что в органах управления у нас собрались одни из ведущих физиков в мире, которые работают в крупничных исследовательских институтах мира. У нас два нобелевских лауреата. И мы стараемся очень использовать всяческие форматы для того, чтобы популяризировать квантовую физику. Мы участвуем практически во всех общественных мероприятиях, которые тем или иным образом касаются темы технологии и науки. Пытаемся встраиваться в существующие форматы. Мы пытаемся присутствовать во всех видах СМИ, то есть это начиная от глубоко научной, заканчивая журналом Manself, где наши научные сотрудники рассказывают, как они похудели на 30 килограмм. Тем самым привлекать разную аудиторию и вовлекать ее в эту интересную, очень полезную и, как я уже говорила в самом начале, просветительскую историю. Когда я пришла только работать в этот проект, и мы были абсолютным нулем в информационном пространстве, казалось, что все достаточно сложно, непонятно и грустно, подсказывает Риабилов. На самом деле не все так грустно, потому что спустя некоторое время наших активностей журналисты сами стали выходить на нас, мы стали просить комментарии, мы появлялись на обложках разных журналов, у нас были статьи, там, Порпсе, то есть в тех изданиях, в которых, наверное, сложно представить что-то про науку, но мы старались появляться там. Мы были в новостях на Первом канале, причем это была история, связанная с 9 часами съемки, но получился очень красивый и хороший сюжет, рассказывающий про то, чем занимаются в современных лабораториях в России. Мы стараемся организовывать свои собственные мероприятия, каждые два года мы проводим международную конференцию по квантным технологиям, куда приезжают больше сотни ученых из большого количества стран мира. Мы переводим книжки по научной философии на русский язык, издаем их в России и дарим. Мы участвуем в разного рода ярмарках вакансий, в молодежных мероприятиях, проводим экскурсии бесплатные в нашей лаборатории. Так что, если вы будете в Москве, то будет желание, пожалуйста, приезжайте. У нас 8 лабораторий, 5 из которых мы построили буквально с нуля, несколько лет назад. Вот, наверное, все, что я хотела рассказать. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас выступит Лиза Низамова. Она сама из Казани. Она организатор курилки Гутенберга. Она расскажет про научные лекции как самой востребованной научно-популярной фанатой. Добрый вечер уже, наверное, да? Темнее. Спасибо, что остались. И, собственно... Первый вопрос, а точнее, ну, собственно, уже были упомянуты и все те порталы, о которых я сегодня буду, наверное, говорить. Первый. Кто читает образовач? Поднимите руки, пожалуйста. Ура! Отлично. А, хорошо. А наверняка, кто... Если кто-то читает, то наверняка видели анонсы курилки Гутенберга. Да, кто-то видел? Если внимательно читаете, то наверняка замечает. Так вот, собственно, паблик образовача непосредственно связан с тем, чем я занимаюсь в плане популяризации науки. Это лектория курилка Гутенберга, который был создан два с лишним года назад. И я являюсь его организатором в Казани. Вообще, что такое? Кто-то был из вас на нашем лектории? Нет? Кто-то был. Ну, вот приходите, те, кто не был, 8 октября у нас будет первое после летнего перерыва мероприятие. В чем вообще суть этого проекта, я сейчас расскажу. Вообще, это такой лекторий, очень, наверное, в каком-то смысле выгодного формата, потому что в рамках одного мероприятия у нас происходят целых три лекции. И чтобы было не скучно, интересно, забавно и задорно слушать, это три разные лекции, как правило, даже на разных тематик. То есть в рамках одного мероприятия могут быть прочитаны лекции по астрономии или какие-то лекции, которые касаются кровавого навета и лекции, посвященные физиологии, сна, например. То есть таким образом мы собираем разную совершенно аудиторию. Кто-то приходит послушать лекцию про черные дыры, кто-то вообще там про политическое поэзию, например, и так далее. Собственно, как я уже сказала, лекторий был создан в 2014 году. Сначала вообще все это началось, на самом деле, началось это все еще раньше, когда несколько друзей стали собираться для того, чтобы друг другу пересказать какие-то книжки, которые их вдохновили и поразили. Из каких-то рассказов дружественных все это переросло потом в лектории. Сначала это были какие-то собрания на 20, на 10, на 20 человек, а потом места в квартирах где-то еще стало не хватать, и ребята стали уже собираться, стали организовывать уже мероприятия в библиотеках и на других площадках. Кто вообще создал этот проект? Собственно, автор идеи — это Михаил Янович, продюсер интерактивных приложений, но сейчас уже непосредственно курирует проект Рома Переборщиков. Наверное, тоже кто-то, кто как-то связан с популяризацией науки, наверняка это имя вам знакомо. Итак, как я говорила, формат мероприятия — это три лекции по полчаса. И главный критерий, наверное, ну, один из главных критериев — это какая-то живость, это должен быть живой какой-то разговор о науке. Все-таки мы занимаемся популяризацией науки, и как раз одна из наших задач — это сделать науку интересной даже тем, кто этим занимается, даже для тех, кто от этого как-то далек или не хочет с этим ничего общего иметь. Кто вообще организовывает этот проект? Может быть, вы уже знаете о том, что лектория Гурилка Гуденберга существует вообще в 24-х городах, в том числе еще и за пределами России, даже в Латвии и Белоруссии есть этот лекторий. Кто этим занимается вообще? Это полонтеры, которых кураторы проекта «Рома Переборщиков» ищут посредством соцсетей и находят ответственных ребят, и эти ребята занимаются этим лекторием. Например, в Казани этот проект, этот лекторий организую я и мой коллега из Центра современной культуры «Смена» Денис Волков. И вообще в каждом городе, как правило, это всегда разные площадки, то есть в каждом городе, как правило, нет постоянной площадки, на территории которых происходит лекторий. Лекторий, как можно уже догадаться, регулярный. У нас везде это происходит по-разному, где-то это бывает 2-3 раза в месяц. У нас в Казани мы это делаем раз в месяц, ну и периодически уходим на каникулы, на летние, например. Но вот в Казани такая история, что нам как-то повезло в том смысле, что Рома обратился сразу в Центр современной культуры «Смена» с вопросом, не хотели ли мы делать у себя такое мероприятие. Но мы, конечно же, согласились, и, собственно, стали организовывать. То есть в Казани есть своя площадка у этого мероприятия. Ну вот здесь парочку фотографий из того, как это все начиналось, да, то есть это какие-то посиделки, вот, то есть это было буквально 4 года назад, а теперь это, на самом деле, оказывается самый посещаемый, научно-популярный и некоммерческий лекторий. Ну и в Казани, да, как можно заметить, тоже очень много людей ходит на научно-популярные мероприятия. Как вообще происходит все? Собственно, после того, как Рома обратился к нам с вопросом, не хотим ли мы делать у себя мероприятие, мы, конечно же, согласились, и нам было вообще интересно, как, откуда вообще люди узнают об этом мероприятии, как они будут приходить на мероприятие, как они будут узнавать. Ну, собственно, здесь очень сильно помогает сообщество образовача ВКонтакте, которое с самого начала поддерживало этот лекторий и предоставляло свою аудиторию, да, свой трафик для того, чтобы там публиковать новости и так далее. То есть, конечно, очень многие в лектории Курилка Гутенберга очень сильно обязаны лекторию паблику образовать. Может быть, вам интересно даже, откуда название такое взялось, да? Название, кстати, часто, ну, не то чтобы часто, но времена им вызывают всякие разные неоднозначные реакции у разных представителей. Бывает такое, что мы кого-то зовем на лекторию, и нам говорят, что нет, мы не придем, потому что название такое вот Курилка, все такое, это так все ужасно, ужасно. На самом деле, название лектория имеет непосредственное такое отношение к истории вообще, всего, как это все происходило, как гласит легенда. Все это начиналось с каких-то бурных обсуждений в Курилке РГГУ. Собственно, откуда вообще Гутенберг взялся? Он взялся, ну, помимо того, что он еще создатель печатного станка, он еще и вдохновил свои книжки, как бы его персонаж, его персонали, точнее, даже вдохновило, опираясь на книжку «Планета Гутенберга», по-моему, называется книжка, одного из создателей. Ну, собственно, вот так приклеилось это название, так и осталось, Курилка Гутенберга. Вот, собственно. Что вообще интересного в этом лектории, что уникального, наверное, в каком-то смысле, в том смысле, что он полностью некоммерческий, то есть мы не берем деньги за вход, мы не берем вообще за выход. То есть абсолютно энтузиастская, волонтерская вообще история, и с точки зрения зрителей, то есть зрители абсолютно свободно могут приходить на наши мероприятия, это очень открытый проект, и мы тоже как организаторы делаем это на чистом энтузиазме, все происходит благодаря каким-то личным контактам, естественно, с самого начала, как только мы начали делать этот лекторий, мы приглашали, конечно же, в основном своих знакомых, 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 ученых. Потом круг этот стал расширяться, естественно, нам стали писать уже другие какие-то незнакомые нам люди, и стали спрашивать, можно ли бы участвовать в нашем мероприятии. Ну и на этапе выбора спикеров мы, конечно же, все со всеми ими встречаемся, обсуждаем тему, как-то смотрим, как вообще человек рассказывает, то есть для нас очень важно, чтобы спикер был интересен, то есть это все-таки должен быть очень активный, яркий, интересный и такой вдохновляющий рассказ. И, конечно же, мы очень активно обсуждаем во время подготовки к выступлению, мы очень активно со спикерами обсуждаем содержание лекции, зачастую консультируемся со своими знакомыми учеными на предмет того, что вообще, о чем будет речь в лекции, то есть стараемся какого-то бреда не допускать среди того, что там будет рассказано на лектории. Ну вот, собственно, это смена Центра современной культуры, это та площадка, где на постоянной основе происходит проект. Ну тут разные картинки счастливых людей, смеющихся с лекцией. Ну тут вот большой список тех городов, где также проходит курилка Бутенберга. Довольно большой список, дальше, наверное, только будет расширяться. И здесь точно такая же история, во всех остальных городах все это происходит на абсолютном полном энтузиазме, то есть за все это берутся волонтеры, как с точки зрения и организации, и с точки зрения продакшена, то есть SMM и монтаж видео, все это делается волонтерами, за что им большое спасибо. И тут статистика такая, в общем, за все это время, за время существования было просто масса мероприятий проведена, тут все видно. Ну и чем еще полезен вообще эта лектория? Если кто-то не может его посетить, он, естественно, может потом все эти записи посмотреть на Ютубе, каналы существуют, то есть все можно посмотреть. И тут разные большие страшные цифры. Ну и вот еще одна страшная цифра, что 100 человек, конечно, участвует в этом проекте. Ну вот в Казани непосредственно мы занимаемся этим вдвоем, с моим коллегой. Ну и лектория не ограничивается просто лекторией, то есть весь проект не останавливается только на том, что это просто какие-то лекции. Вообще лектория сотрудничает с кучей разных других организаций, с вузами, с библиотеками, с различными площадками, для которых потом тоже организуют различные лекции. Вот есть, например, в музее Гоголя, собственно, есть, например, свой культурный лекторий Курилки-Гутенберга. А еще, например, скоро с издательством АСТ будет выходить совместная такая серия с лекторием Курилки-Гутенберга книги молодых ученых, которые выступали как раз в рамках лектории, и их книги будут как раз публиковаться в издательстве АСТ. Ну и, собственно, о тех, наверное, одной из самых важных вещей. В нашей лектории может участвовать, наверное, любой человек, который может интересно рассказать о науке, о своей деятельности. Ну и, конечно, профильное образование очень приветствуется. И, действительно, кто у кого горят глаза и кому интересно рассказать о науке, он может обязательно участвовать и очень легко может принять участие в нашей лектории. Собственно, эту информацию очень открытую. То есть мы тоже периодически публикуем в группе смены и в группе Курилки-Гутенберга объявление о том, что нам нужны спикеры. Потому что, действительно, спикеров, которые занимаются наукой при этом, и при этом могут интересно и за такое ограниченное количество времени и рассказать о науке. Их действительно очень мало. И мы ищем самых лучших. И, в общем, собственно, вот ссылки все, которые необходимы, запоминайте и приходите на наши мероприятия. Вот. Всем спасибо. Аплодисменты. Субтитры подогнал «Симон»